Всем привет! Вот тот день и настал, когда я заразился. Да-да, именно этим ковидом 2019 или точнее будет сказать 2021. И хотел бы с вами поделиться своим опытом симптоматики и лечения именно конкретного данного вируса. Погнали! Период от переносчика к носителю составляет 3-4 днев. При первом дне, а он самый тяжелый, вы с утра просыпаясь ничего об этом не подозреваете. Идете пить чайок, завтрак, умываться. Первые отголоски это первые признаки ЛРВИ. Легкое першение в горлышке. На что вы говорите, ну че, ерунда. Сейчас кофе попью горячего и типа все пройдет. Ну, если было бы так. Ближе к вечеру начинает проявляться температура, по крайней мере у меня это было 38,5. Дикое ломление суставов, костей, мышечные спазмы. Дикие боли и удары по тем органам, которые у вас слабы. У меня это были в первую очередь почки. Чувство было такое, что стояли бы на ринге с каким-то крутейшим бойцом смешанных единоборств, а он бы просто поломал калашматил. Чувство неисприятное. В первую очередь все-таки я считаю, что если вы пережили или переживаете на данный момент, первый день, он самый, я считаю, опасный. Все оставшиеся дни болезни будут протекать намного проще, но это с учетом того, чем, как вы будете лечиться. А теперь рассмотрим весь тот состав, чем я лечился и чем поддерживал свой иммунитет и продолжаю дальше лечиться. Погнали. Итак, приступим. Первый день, первый день лечения полученной температуры. Рассмотрим спецсредства. Нам потребуется очень много пить воды. Мусиков, клюквенных, брусничных, что какие у кого ягоды, короче, с лета остались, там заморозки. Все это хорошо используется. Также можно добавлять, вот у меня здесь есть чага, вот заваривать, да, допустим. Купажировать чагу можно с талогой, воспаление вам берет. А чагу у нас это как антиоксидант. Чистить, как черепаха. Дальше. Чагу можно добавлять. У меня получается на кружку примерно, да. Настой мухомора. Две чайные ложечки. Это вас успокоит в первый день. Расслабит. Даст вам хоть какой-никакой сон. Но в туалет вы будете, короче, летать как ракета. Чистить свои почки. Основной лекарств. Я ничего не рекламирую, я просто говорю, тем, чем я лечился. А то сейчас начнется, бля, реклама там. Умифиновит. Дешевле орбидола намного, но труднее достать в аптеках. Заказывать. Детская дозировка есть еще взрослая, 100-граммовая. Здесь, получается, капсулки неполные, по половинке. Короче, две, по две штучки надо будет принимать утром-вечером. Курс вы полностью, пока не пропьете, там будете смотреть. Понадобится вам взрослым. Это основное лекарств. Дальше, короче, у нас что пошло? Нос. Нос, горло, да, то есть это у нас заложенность носа и кашель. По поводу носа. Вот, в первую очередь, что я использовал. Вот такие капельки. Сначала, да, помогали все нормально. Снимало отечность внутреннюю. Но потом, скорее всего, вирус просто адаптировался к нему. Короче, пришлось прибегать к более серьезному. Спрею, вибрацил. Кстати, крутая штука. Пару пшиков, и у вас нос дышит. Но, смотрите, передозировка. Вот, очариваться тем, что работает как спиды. При передозировке. Тут, как говорится, главное не переборщить. Но средства, на самом деле, очень фиктивные. Дальше, от кашля. У нас что идет? Таблетки от кашля. Но, если честно, я из них вообще ничем не пользовался. Вот именно вот эти. Вот, я прибегал по старой доброй традиции бабушкинской. Через ингаляцию. Пяток, капля звездочка, пихтовое масло и дышать. Двое суток, и у вас кашля. С заложенностью носа вообще как бы не бывало. И не забывайте, перед едой обязательно витамин даже есть. При заложенности сначала носа мне помогала соль. Не та соль, конечно, о которой вы подумали, да, занюхивает некоторые личности. Вот, а обычная, то есть каменная соль, вы прогреваете, греете нос и горло. Сначала вам все замечательно, все прекрасно помогает на ночь. В период, точнее, лечения еще не забывайте пить. Ацетил салициловую кислоту, но не увлекайтесь впоследствии на желудок. Это его может уничтожить. На голодный желудок ее не жрать. Здесь, допустим, написано дозировка от 6+. Надо жрать в день по 6 таблеток. Я сжираю по 3. Здесь еще фарингосепт. Он от инфекции полости рта, да. Вот, но если честно, тоже как бы съел пару таблет, тоже забросил это дело. Беспонтовое. Тут еще сбор трав грудной. Опять-таки, то есть я уже сказал, у меня есть чага, у меня есть талуга. И это, в принципе, достаточно. Состав у нас ромашка, багульник, ноготки, фиалки с солодкой и мятопирочная. Полностью закрытая стоит. Лечитесь, будьте здоровы, боритесь с этой гадостью. Будет у нас все с вами замечательно. У меня на этом все. До скорых новых встреч. Увидимся.